Всем привет! Меня зовут Игорь Иванов. Сегодня у нас в гостях известный хоккеист Игорь Ильин. И мы хотим поговорить на интересную тему, какие разные лиги есть вокруг нашего города. То есть Игорь у нас участвует в нашей лиге. У него есть практика за рубежом в Англии, да? В Англии, в Шотландии. И плюс с любительскими командами, или скажем так, с полупрофессиональными командами в Латвии, Англии, Шотландии. Я побывал в очень многих странах. И в Америке, и в Европе. И поучаствовал во многих международных турнирах. Поэтому у меня есть что рассказать и есть с чем поделиться. Сейчас я бы просто хотел, чтобы твоими устами, твоими взглядами мы почувствовали разницу. Ты есть участник в нашей лиге, где мы играем. Вообще очень такой редкий хоккей, где объединяются и ветераны, и молодые. У нас особенные правила. И вот я знаю, что ты рассказывал про такую лигу, где играют в хоккей, называется нон-чекинг, да? Нон-чекинг. Да, нон-чекинг. Вот расскажи, пожалуйста, что это такое, да? И как это немножко, может быть, перекликается с той лигой, которая у нас? Начнем с самого понятия нон-чекинг. Потому что аналога в русском языке этому слову, пожалуй, нет. В русском языке почему-то применяют слово, так называемый, бесконтактный хоккей. Это не совсем правильно, потому что нон-чекинг... Чекинг — это применение силового приема по-английски. Нон-чекинг — это хоккей без силовых приемов. И именно это слово стоит применять к любительскому хоккею и к ветеранскому хоккею. И мне очень приятно, что, наконец, к этому виду хоккея пришли именно в твоей лиге, Игорь. Потому что до этого я встречал здесь разную трактовку этого понятия и бесконтактный, и нон-чекинг. И слышал много мнений, много возмущения по этому поводу, что хоккей превращается в балет и так далее. Поэтому мне очень приятно, что именно в твоей лиге воплотился живьем именно тот вид хоккея нон-чекинг, который должен представлять себя любительский хоккей, в полном смысле слова. Объясню ситуацию немножечко. Подобные дискуссии, подобные разбирательства были и там, где я провел практически 15 лет своей хоккейной карьеры как игрока и как функционера. Потому что в любительском хоккее Англии, особенно в последнее время, играет очень большое количество профессионалов со всего мира, со стран всего мира. Вот я извиняюсь, вот именно этот момент, он очень интересен. Вот как это все регулирует? Вот мы в нашей лиге используем такое понятие баланс, которое вообще нигде в хоккее не применяется. И вот мне, в частности, почему я тебя пригласил, мне очень интересно, вот как соединяются буквально те, кто пришел недавно в хоккей, и те, которые за плечами 10-15 лет в хоккее. Это же вообще очень разный уровень. Как они вообще могут вместе играть? Чудесно. И с большим удовольствием, я бы сказал. Потому что именно когда в любительском хоккее появляются бывшие профессиональные игроки, уровень этого хоккея и уровень, не побоюсь этого слова, мастерства любительских хоккеистов, особенно если они прикладывают к этому какие-то усилия, тренируются, он растет. Потому что они видят настоящих хоккеистов, больших хоккеистов, которые поиграли в большой профессиональный хоккей. для этих людей нет ничего неизвестного о хоккее. И для им чужда вообще всякая дурь, которой в любительском хоккее полно. То есть какие-то показательные моменты. Те люди прошли уже все. Они уже давным-давно это все съели и, как говорят, оставили в одном месте. Поэтому в первую очередь, когда начинался так называемое нон-чекинг движение, борьба за хоккей без силовых приемов в тех же любительских лигах Великобритании, самую большую поддержку и самое большое количество сторонников было именно среди бывших профессиональных хоккеистов. Потому что именно они знают, что такое цена силового приема. Нужно, во-первых, быть этому обученным с детства. Провести правильный силовой прием, чтобы не травмировать соперника, не выставляя никаких частей тела, локтей, коленей. Второе. Нужно уметь уйти от силового приема правильно, чтобы избежать травмы для себя. Третье. И самое главное. Всем любителям-хоккеистам завтра утром идти на работу. И это самое главное во всей этой истории. Никакой красивый силовой прием, никакая выигранная игра, она не стоит здоровья, вашего здоровья, здоровья хоккеистов-любителей, которые тратят свои деньги на этот замечательный вид спорта и терять там здоровье, получать травмы и калечить свои члены, но явно не стоит. Поэтому никто другой, так как профессиональные хоккеисты, не понимает этого момента и не в состоянии объяснить, разъяснить толково и внятно, зачем вообще все это нужно. То есть у них в командах играют сразу и любители, и персоналы. А как они делятся по уровню? Как они определяются? Они никак не делятся. Мне довелось, как я уже сказал, в той же самой Великобритании, осело, закончив карьеру, осело большое количество бывших профессиональных игроков, как из NHL, так и из многих других профессиональных лиг европейских и мировых. В том числе российских, европейских, шведских, финских, французских, немецких. И уровень хоккея любительского в Великобритании сейчас невероятно вырос. Чехия, Словакия, я забыл еще сказать. Чехия, Словакия, Польша. В Польше когда-то был замечательный хоккей. Сейчас он пытается вернуть свои традиции. Поэтому игроки-профессионалы, бывшие, замечательно вместе с начинающими любителями, ветеранами всех возрастов, играют в одних командах, в одних любительских лигах. В Великобритании не существует там большого количества лиг. Есть отдельные турниры. В принципе, это все соревнования любительских команд проходят... В Британии их сейчас более 300. Очень серьезный уровень. Они проходят под эгидой английской хоккейной ассоциации или шотландской хоккейной ассоциации. Это отдельные ассоциации. Регулируется общими правилами. Обязательное страхование каждого игрока. Это стоит в этом сезоне 50 фунтов. То есть каждый игрок, который хочет играть в любительский хоккей, он должен быть обязательно застрахован именно с хоккейной страховкой, которую он приобретает через соответствующую хоккейную ассоциацию. Профессиональные игроки, они невероятно подняли уровень любительского хоккея во всей Великобритании. Чтобы вам было понятно, Великобритания это страна размером почти в 70 миллионам жителей. И среди такого количества хоккеистов, людей, большое количество хоккеистов, большое количество команд самого разного уровня. И как я еще раз скажу, уровень любительский хоккея очень сильно вырос. Дилижа на «я буду играть с профессионалом» или «я не буду играть с профессионалом» никакого нигде ни в одной команде нет. Наоборот, при построении троек нападения, например, или если пара защитников, обычно берется два, скажем так, опытных игрока, которые уже поиграли. Не обязательно профессиональных, бывших профессиональных. Но, скажем так, два опытных игрока. К ним ставится новичок, чтобы он подтягивал свой уровень, чтобы он учился. Потому что создавать тройки из одних профессионалов или из одних новичков вы никогда не улучшите общую игру команды и не подтянете уровень тех новичков, которые к вам пришли. То же самое в игре в обороне. Обычно берется один бывалый опытный защитник, иногда профессионал, иногда просто человек, который поиграл достаточно, человек с опытом. К нему ставится в пару второй хоккеист с меньшим опытом или новичок, который набирается именно у этого своего напарника опыта и за которым напарник во время игры все время наблюдает, прикрывает его. То есть, если новичок или малоопытный хоккеист накосячил, то на помощь всегда приходит его напарник и старается исправить его ошибки, подстраховать в обороне и так далее. То есть, идет постоянное наблюдение за этим новичком. Хорошо, Игорь, я так понимаю, что рассказываешь, что все, в принципе, красиво, оно все выглядит вроде бы грамотно, но я понимаю, что страна Англии с той организацией, которая у них существует, она существует, наверное, на базе более людей с хорошим опытом. И то, что у нас случилось, можно сказать, что Англия – это как бы страна наивная, нетронутая, таких глупых игроков, которые играют рядом. Вот он пришел недавно в хоккей, и тот, кто занимался где-то давно в спорте, на самом деле это очень некрасиво, неинтересно играть в хоккей тому, кто начинает. Может быть, он наивно полагает, что он где-то подтянется, но те, кто опытные, они знают, что они его обыграют, что лучше, если надо в команде делать результат, они его поставят на лавочку. И вот этот момент, вот этот, он у них, я так понял, вот из своего разговора, что он у них абсолютно не раскрыт, этого нет. Вот у нас, в городе, да, у нас просто Ледовый дворец, можно сказать, стоит вдали от большого хоккея латвийского, и здесь мы можем править балом. То есть у нас здесь как раз сформировалась такая аура, что играют, скажем, городской чемпионат, где, куда лезут все те, кто закончил спортшколу, там пишутся правила, защищаются, под что мы играем в большой хоккей с силовыми приемами. У нас в городе защищают тех, кто занимался спортом. Играйте в городском чемпионате по настоящим правилам, но на самом деле, как ты и говоришь, если в Англии страхуют, то у нас страховки никакой нету. И там, где играют ребята, которые закончили спортшколу, и те, кто приехали в Созер, они вчера ловили там рыбалку, ну, в своих лунках рыбу ловили, сегодня приезжают, играют в профессионал хоккей, там 14-19-0, ну, кому такое хоккей нужно? И вот у нас есть группа людей, и я в качестве, ну, скажем, выступаю организатором немножечко другой лиги, где мы решили, мы хотим играть без тех, кто нас обкатывает на одном коньке. Вот ты увидел, как у нас это все работает. Вот как думаешь, в Англии это случилось бы, если бы я туда поехал, или такой человек там нашелся бы, как я? Понимаешь, Игорь, как я уже сказал, Англия, я не хотел бы говорить о любительском хоккее только в Англии. Я поездил по разным странам и в Европе, и в Америке, и посмотрел на любительские команды, на любительские лиги, любительские турниры в разных странах, и я вижу, что у меня есть определенное впечатление о том, как, в принципе, выглядит хоккей на обоих континентах и в разных странах. Поэтому там упираться именно в Англию я бы не стал. Хотя и в Англии, как я уже сказал, любительский хоккей, ну, он, в принципе, разный, но он достаточно высокого уровня. И он никакой особой уникальностью, в общем-то, не отличается. Кроме того, что это в масштабах целой страны, в общем и целом урегулировано, как я уже приводил вопрос, и со страховками, и со многим другим. С судейством есть определенная судейская ассоциация, которая обеспечивает игры всех любительских команд. Если вы хотите провести официальную игру, вам присылают официальных судей ассоциация. Это первое. Второе. Никаких ограничений для бывших или профессиональных, или просто там людей, которые когда-то занимались хоккеем, там нет. И в других странах, где я побывал, такого тоже нет. Единственным условием, которое ограничивает игру профессионального хоккеиста, его участие в данный момент в какой-то профессиональной лиге. То есть, если он является игроком профессиональной лиги в данный момент, в данном сезоне, он не может участвовать в официальных... Он может приходить на тренировки, он может кататься, может проводить тренировки как тренер, но он не может принимать участие в официальных играх любительского чемпионата Великобритании. Это правило. Это так, как у нас в городском чемпионате. И все то же самое, как и здесь у вас. Поэтому никаких особых ограничений, никаких особых отличий я, честно говоря, не заметил. Кроме того, что... Мне не очень, скажем так, приятно об этом говорить, но я должен об этом заметить. В силу каких-то причин очень большое внимание в нашем городе уделяется околохоккейной возне, которая к игре в хоккей, она, собственно, отношения никакого не имеет. Потому что мы приходим... У нас как бы одна общая цель, да? Это игра в хоккей, получение, скажем так, удовольствия, а не порча нервов друг другу, да? И вот эта бесконечная вокруг хоккейная возня, кто что сказал, кто что не так сделал, кто что кому чего... Вот я ничего не слышу, меня все боятся, мне никто ничего не боялся. Да, не так, кто что чему кого не так не устроил по каким-то причинам, да, оно вот выливается в какую-то вот вокруг хоккейную возню, которая, к сожалению, имеет место быть. Я обратил очень внимание, мне это сразу бросилось в глаза, когда начал посещать тренировки и игры различных команд.